В то время, в 90-е годы, когда не было никакого закона, ни светского, ни религиозного, только когда религия начала проникать, в то время наши дагестанцы были вынуждены каким-то образом решать проблемы. К чему-то должны были прибегнуть к какому-то закону. И в основном был подхвачен закон, именно этот блатной закон, понятия, тюремные понятия. Вот такие моменты бывали. И вот мужчины, чтобы человек считался, мы знаем, кто такой мужчина. Это тот человек, который, если его один на один позовут, он выйдет один на один, он не струсит. Ну, что, например, обычно сегодня дагестанцы знают про мужество. Мужесть мужчины — это такой-такой человек. Вот. Было намерение, чтобы мы поменяли этот взгляд на взгляд шариатский, что говорит Всевышний Аллах и его посланник, саллиллаху алейкум, о том, что такое мужество. Кто такой на самом деле мужественный человек. Вот. Мужественный человек — это тот человек, который не требует от других людей, от всего, что его окружает, правильного, хорошего, справедливого отношения к самому себе. Но он требует от самого себя ко всему, что окружает, справедливого, правильного отношения к другим. Вот. Любой человек, он может просто осмотреть, взвесить свое мужество, насколько проценту он на самом деле перед Всевышним Аллахом является мужчиной, мужественным человеком, и на сколько процентов в нем сидит трусость. Если человек, он заглянул в свою душу, он обнаруживает, что он человек, который все время чем-то недоволен, он требует от всего, что окружает, от жены, от детей, от друзей, от всех, он требует, чтобы к нему относились справедливо, правильно и так далее, считает себя достойным человеком, значит, в нем трусость сидит. Даже если он физически крепкий, даже если он по этим нашим бывшим понятиям, если даже он мужчиной является, перед Всевышним Аллахом в нем труса сидит. Если человек видит себя человеком, что бы с ним ни происходило, например, погода, допустим, очень жарко на улице, он не нервничает, он понимает, что без воли Аллаха ни погода, ни что другое, оно не может само по себе меняться, ничто не меняется. Всевышний Аллах все меняет, Аллах всем управляет, это позиция любого мусульманина. Если человек, допустим, если погоду видит, которая ему не нравится, очень жарко, ему на душе неплохо, он понимает, что это так должно быть, он заслуживает такой погоды, жена к нему плохо обращается, он понимает, что он этого заслуживает, что без воли Аллаха ничего не происходит, значит, это чего он мужественный человек. С этим человеком можно дружить, этот человек в самую трудную ситуацию, он обязательно окажется рядом. Вот что такое на самом деле мужество. Поэтому очень большая просьба, чтобы мы вот это вот правило распространили по всей республике, чтобы каждая женщина, все дети, чтобы вся республика, чтобы знала, что такое на самом деле мужество. Самое слабое место от жителей Дагестана именно то, что никто не хочет из-за дагестанцев признать себя трусливым человеком. Даже трус, он на все готов пойти ради того, чтобы не быть трусом, ради того, чтобы быть мужественным человеком. Он и деньги отдаст, он и в спортзал походит, все, что угодно, все он сделает. Даже если один на один драться не захочет пойти, туда тоже он пойдет, чтобы не говорили, что он трусливый человек. Вот самое слабое место жителей республики Дагестан, именно вот эта вот площадка, вот каждый хочет быть мужественным человеком. Поэтому вот эти вот все попытки, которые мы предпринимаем, которые мы внушаем своим детям, воспитываем, чтобы они стали мужчинами, от них много эффекта нету. Потому что все должно происходить, чтобы был эффект именно по шариату. Вот сидим, например, 4-5 человек, сидим и, допустим, я говорю о ком-то плохо. Я обсуждаю какого-то человека, требуя к самому себе справедливости. Пусть люди знают, что я трусливый человек. Прихожу, например, домой и жену, например, ругаю. Или жене говорю о ком-то плохо, пусть жена знает, что она замужем за трусливого человека. Пусть дети знают, что отец у них трусливый человек. Зачем скрывать это? Это же закон Всевышнего Аллаха. Вот это правило, чтобы оно распространилось, тогда у нас не будет друг от друга таких больших требований. Мы не будем жаловаться на дороги, мы не будем жаловаться на погоду. Вообще ни на что жаловаться не будем, тогда мы, наконец, работая над самими собой, как бы нам тяжело ни было, пока будет, конечно, тяжело, но хотя бы он будет признавать, он будет видеть, что ему далеко до настоящего мужчины. Потом он будет с этим не соглашаясь, он будет потихонечку, потихонечку идти к этому, работать над собой. Наступит такое время, что ему уже будет неудобно, он уже вот вопреки своему желанию, своего нафса, он уже придет к такому состоянию, что он уже не будет ни от кого требовать хорошего, справедливого отношения к самому себе. Вот если, например, этого качества не будет в молодежи, вот как эта молодежь будет мужественной? От нее что вообще можно ожидать? Когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, пошел с дарватом, с призывом в город Айф, жители этого города, они его камнями забросали, они его не приняли. Очень себя неправильно повели, на 100%. На 100% неправильно повели по отношению к пророку, саллиллаху алейхи вассалям. В этот момент Всевышний Аллах испытал пророка, саллиллаху алейхи вассалям, отправил к нему, ангела. Сначала Аллах его испытал именно тем, что вот эти вот люди, которые были не мусульманами, жители Айфа, они так поступили с ним. Потом Всевышний Аллах его испытывает, отправив к нему ангела с предложением погубить этот народ, за то, что этот народ так обошелся с посланником Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Его душе, естественно, неприятно. Это все видя, он на это все внимание не обращает, он не требует справедливости от этих людей, не мусульман. Он сразу к Аллаху обращаясь, говорит, «О Аллах, я не жалуюсь на твое предопределение, я, говорит, жалуюсь на свою слабость». Все проблемы говорят во мне. Представьте себе, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, как отреагировал. Это же есть мужество. За ним же нам нужно следовать. Если бы каждый житель, каждый мусульманин, он так реагировал бы на любую обстановку, у нас в братстве тоже было бы, все было бы хорошо. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, ибн Аббасу, радия Аллаху ангу, «Я, говорит, тебя обучу нескольким словам. Ты, говорит, помни о Всевышнем Аллахе. Зикру, говорит, делай. Когда, например, человек намаз совершает, чтобы он об Аллахе думал. Когда он грех хочет совершить, чтобы он вспомнил Всевышнего Аллаха, чтобы он этот грех не совершил. Где бы он ни был, чтобы он поменял Всевышнего Аллаха. И тогда Всевышний Аллах тебя будет хранить от всего, что неприятно этому человеку, от всех бед и проблем. И тогда, в общем, в конце, Хорок, саллиллаху алейхи вассалям, говорит ему, если даже вся эта умма объединится для того, чтобы принести тебе пользу, она не сможет тебе пользу принести, кроме как тем, что Всевышний Аллах предписал тебе. А если вся эта умма, все эти люди соберутся для того, чтобы навредить тебе, они не смогут тебе навредить, кроме как тем, что Аллах тебе предписал. Вот. Почему человеку бывает тяжело? Почему у него бывают проблемы? Почему люди к нему плохо относятся? Почему Аллах дает возможность людям к нему плохо относиться? Только потому, что он забыл о Всевышнем Аллахе. Тот, кто поминает Всевышнего Аллаха, у него проблем вообще не бывает. Даже если нам кажется, что у них есть проблемы, они этих проблем вообще не чувствуют. Вот поэтому, чтобы мы могли поминать Всевышнего Аллаха, это же следующий вопрос. Что нам нужно сдавать? Нам нужно любить тех, кто любит Аллаха, поминающих Аллаха. Очень важный момент, чтобы мы выбрали тех, кого мы будем любить. Не просто, допустим, аллим, например, если у него много аллим есть, друга этот аллим, например, мирское, сильно любит. Вот пророк говорит, салву алейу ассалям, большая часть лицемеров из моей умы, они говорят, хафизы, например, Куран. Зачем, например, вот просто от того, что человек хафиз, его зачем любить? Нужно же смотреть этот хафиз, его хиф, его Куран, привел ли его к любви ко Всевышнему Аллаху. Если есть любовь в нем, тогда, конечно, если мы его полюбим, мы будем любящими Всевышнего Аллаха. Автоматически его состояние, его качество, его нрав, он к нам перейдет непроизвольно. Поэтому это очень важный момент, когда пророк, салву алейу ассалям, сказал, никто из вас не уверует полноценной верой ко Всевышнему Аллаха до тех пор, пока не полюбит. Меня больше, чем все, чем себя, чем семью, чем имущество. Умма, радия Аллаху ангу, говорит у посланника Аллаха, я люблю тебя больше, чем семью, чем имущество, однако, любовь к себе у меня больше, чем к тебе. Пророк, салву алейу ассалям, говорит, несмотря на то, что Умма, радия Аллаху ангу, был таким праведным человеком, ни один жамаат намаз не пропускал, ни один джихад не пропускал, Куран читал, поминающим Аллаха был, все это делал, все равно, Пророк, салву алейу ассалям, ему говорит, нет, говорит, умма, твой иман не будет полноценным, пока ты меня не полюбишь, больше, чем самого себя. Вот, человек, когда любит кого-то, он же непроизвольно о нем думает. Аля ассалям, радия Аллаху ангу, говорит, мы любили посланника Аллаха больше, чем холодную воду в жаркие дни. Когда жарко будет, человек, когда он уразу держит, он целый день, он о деньгах не думает, он не думает, с кем бы пойти пообщаться, он только думает о холодной воде. Вот самая вот его слабость, она бывает. Вот так пророк, саллиллаху алейу ассалям, призывает, чтобы мы, чтобы подвижники, они думали о пророке, саллиллаху алейу ассалям, чтобы они любили его, и тем самым, думая о нем, его качество, чтобы они перенимали. Умма, радия Аллаху ангу, он отошел в сторону, очистил свое сердце от любви к себе, вернулся и говорит, о посланник Аллаха, теперь я люблю тебя больше, чем самого себя тоже. И пророк, саллиллаху алейу ассалям, говорит, теперь, о лумар, твой иман достиг завершенства. Видите, вот одна секунда, она была намного лучше, чем вот эти вот, все вот эти вот годы. Чтобы наш ребятат нам пользу приносил, нам нужно хороших людей любить. Абдуллах ибн аль-Мубарак, радия Аллаху ангу, он такой человек, который вот все стороны охватил пророка, саллиллаху алейу ассалям, везде старался подражать пророку, саллиллаху алейу ассалям, так что Рамадан, аль-Быддии, рахима Аллаху говорит, я, говорит, не видел в этой уме человека более следующего за пророком, саллиллаху алейу ассалям, более похожего, похожего на него, чем Абдуллах ибн Аль-Мубарак. Он был учеником имама Абу-Ханифа, Рахима Аллах. У него есть такие слова. Я, говорит, люблю хороших людей. Хоть к ним, говорит, я и не отношусь. Я не люблю, говорит, плохих людей, хотя хуже говорят, чем они. Видите, вот несмотря на все свои деяния, чтобы он был из Ибадата, во всех суннатах он следовал за пророком, но вместе с этим для него главным, что было, именно любовь к праведным людям. Поэтому нам нужно сделать акцент на то, чтобы мы любили правильных людей, чтобы мы искали, исследовали, спрашивали, узнавали, кто на самом деле, например, у нас в республике человек, который о настоящем любит Всевышнего Бога. Кому этот дуня вообще неинтересен? Кто посвятил себя полностью народу? Не так от того, что человек альму изучил, а вот на самом деле от души, которому вообще ничего не нужно, только хочет этому народу пользу принести. Это и есть признак того, что этот человек, он любит Всевышнего Аллаха. Видите, внешние признаки, человек, допустим, будет хафизом, будет альмом и так далее, это же, например, может ни о чем не говорить тоже. Вот нужно смотреть именно он себя чему посвятил? Самому себе? Требует он от других людей справедливости? Жалуется он на людей? Считает ли он себя самым лучшим из людей? Или же этот человек, который никогда ни от кого не требовал справедливого отношения к себе, который полностью народу посвятил, несмотря на то, что люди себя как бы себя не вели, хорошо ведут, плохо ведут, они ему вредили, они о нем плохо говорили, никогда ни на кого не обижался. Всегда был готов, даже 20 лет ждал, когда же с этим человеком можно будет подружиться. винил только самого себя. Вот настоящий последователь, наместник пророка саллаху алейкум ассалям. Вот от этого будет зависеть наше внутреннее состояние. Пусть Всевышний Аллах поздоровит нас мужественными людьми. Альхамбалилляхи Рабиа